Привет, друзья! В этом видео я вам расскажу про дебетовую кэшбэк-карту от Raytheon Bank. Это интересный вариант для тех, кому нужен максимальный кэшбэк и для тех, кому нужны минимальные условия. Сейчас расскажу, о чем я. Мне кажется, эта карта среди дебетовых карт является одной из лучших. Дело в том, что здесь бесплатное обслуживание, полтора процента кэшбэк на все покупки, абсолютно на все покупки, без ограничений. Единственное, как обычно, не начисляется на покупки, не начисляется на оплату коммунальных услуг, штрафов и всего такого. В принципе, это как везде. Самое интересное, что здесь нет ограничений на сумму максимального кэшбэка в месяц. Обычно на картах есть ограничения 3000 в месяц, 5000 рублей в месяц максимальный кэшбэк вы можете получить. То есть больше этой суммы вы кэшбэка не получите, даже если совершили покупок больше. Но по карте Raytheisen вы можете получить кэшбэк без ограничений совершенно. Также здесь нет ограничения на минимальные и максимальные покупки. То есть, например, по карте Тинькофф Black минимальная сумма покупки для возврата кэшбэка 1% составляет 100 рублей. Если вы совершили покупку на 30 рублей, кэшбэк вам не вернется. Здесь же вам кэшбэк полтора процента вернется в любом случае, даже если вы совершили покупку на 50 рублей. Что у них по тарифам? Обслуживание 0 рублей. Пополнение карты тоже бесплатно наличными в банкоматах и терминалах Raytheisen. Либо с карты любого Raytheisen банка. У них есть банки-партнеры. В них и в банкоматах Raytheisen банка вы можете снимать наличные бесплатно. Если же вы снимаете не в банке-партнере, то вы платите 1% от суммы и минимум 100 рублей комиссию за снятие наличных. Перевод по карте бесплатен между картами Raytheisen банка и 1,5% на карты других банков минимум 50 рублей. Но конечно же у нас есть система быстрых платежей, куда же без нее. По ней вы можете переводить бесплатно до 100 тысяч рублей в месяц по номеру телефона. Если переводите больше 100 тысяч рублей, то комиссия 0,5%. Максимальная сумма перевода в сутки 150 тысяч рублей. Кэшбэк начисляется с 5 по 10 число каждого месяца. Например, кэшбэк за август придет с 5 по 10 сентября. То есть на следующий месяц с 5 по 10. Здесь пишется о том, что я говорил в самом начале, что кэшбэк не начисляется на операции снятия наличных и денежных переводов, оплату сотовой связи, ЖКХ, некоторые другие категории операций, которые мы можем посмотреть тут. Это азартные игры, телекоммуникации, коммунальные услуги, маркетинг, реклама, страховые услуги, ломбарды. У них есть вот такая отдельная страничка с кодами тех услуг, по которым не начисляется кэшбэк. Но это идентично и для всех остальных банков, поэтому не думаю, что на этом стоит заострять внимание. Уведомление об операциях стоит 60 рублей в месяц, как и в Тинькофф, как и в Сбербанк. Это уже стандартная сумма, которую вы можете, естественно, отключить. Если вам не нужны уведомления об операциях, отключение услуги уведомления об операциях не повлияет на коды подтверждения, которые вам будут приходить. Они вам будут приходить, даже если уведомление об операциях у вас отключено. У них здесь не прогружаются картинки, но важный момент, что кэшбэк начисляется за все покупки, в том числе при оплате телефоном или другим девайсом в магазине и онлайн. При покупках за границей кэшбэк тоже начисляется, сумма операций пересчитывается в рубли в соответствии с курсом банка. Естественно, кэшбэк за снятие наличных у вас не начисляется. Также, кстати, при оплате сотовой связи кэшбэк тоже у вас не будет начисляться. Все максимально, все удобно, понятно, без лишних условий. Мне кажется, одна из самых таких честных карт, без преувеличения. Посмотрим, как этот банк будет развиваться дальше. Ну, Raytheism Bank, он существует уже не первый год, но такие условия у них относительно недавно появились. Это одни из самых лучших условий на рынке. Больше процент, больше кэшбэка есть только в банке открытия. Там кэшбэк 2% при оплате через Apple Pay, либо Google Pay, какими-то мобильными девайсами. Там кэшбэк 2%. При оплате карты кэшбэк 1%. Ну вот и все. Спасибо за просмотр. Если видео было полезным, поставьте им лайк, задавайте свои вопросы в комментариях. Всего хорошего. Пока.